Хей, друзья мои! Всем большой привет и добро пожаловать в игру The Sims 4! Мы продолжаем с вами проходить различные строительные челленджи в игре, и сегодня мы с вами попробуем пройти один старый, но очень интересный челлендж, который называется «Строим дом», и каждая комната — это рандомный. И тут можно подставить размер, цвет, набор, персонаж. Кстати, о персонажах. А может быть, нам с вами попробовать такой челлендж тоже пройти? Например, ванная комната для Торна, или же садик для Владислауса. Как вам такая идейка? Напишите в комментариях. Ну а сегодня мы с вами попробуем челлендж, который называется «Строим дом», и каждая комната — это рандомный набор. На первый взгляд звучит, конечно, не очень сложно, но, как вы понимаете, как обычно, в этом челлендже нас будут ждать трудности, и первое, что мы с вами должны сделать, это, понятное дело, что построить сам домик. Ну что, приступаем? Чпоньк! И сегодня мы с вами будем работать с вот таким вот одноэтажным домиком. Первое, что мы с вами должны сделать, это выбрать покрытие для стен, пола, окна и двери. И мне в этом плане очень сильно повезло, потому что мне выпал набор времена года. Ну что, давайте посмотрим, какое у нас есть покрытие для стен. Если я не ошибаюсь, у нас, по-моему, есть три варианта. Да, у нас есть три варианта. Я думаю, что мы с вами, наверное, знаете, с чего вообще начнем? А давайте вообще начнем с крыши. По-моему, во временах года у нас нет новых крыш. Также у нас, по-моему, нет отделки для крыш, поэтому давайте будем отталкиваться вообще от отделки. Раз она у нас белая, то давайте, наверное, сразу же подберем фундамент и возьмем, наверное, вот такой. Мне кажется, что смотреться будет очень даже неплохо, тогда мы можем с вами взять, например, белые окна, белые двери, ну и получится достаточно стильный домик. Теперь давайте посмотрим, что у нас есть из камня. Я думаю, что вот здесь, вот здесь у нас будет камень. Камень, камень. А у нас есть подходящие? Ну, вроде как... Нет, давайте возьмем все-таки вот этот. Мне кажется, тот вариант слишком темный. Значит, здесь у нас будет камень. Здесь у нас тоже будет камень, камень, камень. И вот здесь тоже будет камень. Тогда вот эту часть мы с вами можем закрасить. Давайте посмотрим, что у нас тут вообще есть. Ну вот, кстати, можно взять вот такой вот темно-зеленый. Нет, этот нам не подойдет. Можно взять вот этот, этот нам не подходит, слишком темный, а может быть вот этот, светло-зеленый, ну этот темный будет, этот тоже темный, этот темно-зеленый, ну а это у нас будут такие с рижинкой. Давайте возьмем может быть вот этот вариант, значит здесь у нас будет вот так, а вот тут мы с вами используем чисто дерево. Теперь давайте подберем окна и двери, я вам сразу же хочу показать, как же этот домик выглядит изнутри. И сразу же устрою вам небольшой экскуршн, значит здесь у нас будет детская, это гардеробная, это ванная комната, это небольшой холл, это рабочий кабинет, это гостиная, это кухня, это еще одна ванная комната и это мастер-бедрум. Ну что, ребят, давайте посмотрим, где мы с вами можем разместить окна, где мы можем разместить двери, я думаю, что мы наверное возьмем может быть вот такие окна или же вот эти, давайте наверное начнем с вот этих окон. И как я вам уже говорила, я думаю, что сюда идеально впишутся белые, значит здесь у нас будет одно окно, тут у нас будет еще одно окно. Окна и двери мы с вами добавили, теперь давайте может быть несколько колонн разместим, значит у нас будут колонны здесь, ну и в принципе больше нигде нам колонны не нужны. Берем вот этот вот фундамент, переходим с вами вот сюда, опять выбираем времена года и берем конечно же белый цвет, значит у нас будет здесь и вот здесь. Переходим к колоннам, посмотрим, у нас хоть они ровненько будут размещаться или же нет. Раз, потом можно два и вот здесь наверное три или же лучше убрать вот эту колонну. Давайте наверное уберем. Предлагаю лестницу разместить вот здесь, потому что тут она будет пересекаться с фундаментом. Теперь давайте посмотрим, что у нас есть из изгородей. Ну у нас есть только один вариант, поэтому я думаю, что мы сразу же можем здесь добавить изгородь, здесь и наверное вот здесь. В принципе у нас уже здесь все готово, теперь давайте переходить к внутренней части этого домика и начинается самое интересное. Я думаю, что для начала нам с вами лучше добавить хоть какое-то освещение, потом главное не забыть поменять это освещение, потому что в каждой комнате у нас будут свои светильники. И знаете какой набор мне выпал для кухни? Приключения в джунглях! Слушайте, а там хоть кухня есть какая-то? Будет очень смешно, если там нет кухни. Но первое, что мы с вами сделаем, это конечно же выберем покрытие для пола и стен. И у нас есть целых пять вариантов, но я думаю, что вот такой мы с вами точно брать не будем. У нас вроде бы кухня не такая старая. Я предлагаю взять, может быть вот такой, ну это тоже знаете какой-то затертый. Да это тоже затертый, но я думаю, что этот вариант будет смотреться неплохо. Теперь мы с вами переходим к покрытию. Вау, ребят! А у нас оказывается тут так много различных вариантов. В итоге я вообще решила взять вот такой. Знаете, мне очень даже нравится это сочетание. А у нас есть тут просто вот такое вот серенькое покрытие? Это не то. Вот, есть. Идеально. Я думаю, что мы сейчас его здесь добавим. Слушайте, а двери у нас есть? Нам же нужна здесь либо какая-то перегородка, либо какие-то двери. Предлагаю убрать эту стенку. Здесь у нас будет кухня и столовая, а здесь у нас будет гостиная. Итак, давайте переходить в мебель. И да, ребят, у нас есть кухня из набора приключений в джунглях. Я думаю, что мы с вами можем взять какую-нибудь светлую кухню. Может быть, вот такую? Или такую? Или вот такую? Мне кажется, что этот вариант смотрится поинтереснее, поэтому давайте здесь все будем с вами размещать. Я думаю, что у нас кухня будет достаточно большая. Здесь у нас, наверное, будет плита. Здесь у нас, наверное, будет холодильник. Но сначала давайте расставим вот эти вот шкафчики и шкафчики... Так, стоп! Шкафчики-ящички! А у нас с вами холодильник. Есть! Фух, ребята, у нас есть холодильник! Предлагаю взять оранжевый холодильник, и тогда здесь у нас будет оранжевая плита. Мне кажется, что смотреться будет очень даже неплохо. Или лучше взять красный холодильник и красную плиту? Или мятный? Ребят, напишите в комментариях, как думаете, красный, мятный или оранжевый? Я пока что оставлю оранжевый, но мы с вами всегда можем все поменять. Раковина. Ребята, раковина, раковина, раковина. Нам подойдет вот такая. Давайте мы, наверное, где ее разместим? Слушайте, так мы здесь можем две раковины разместить. И они просто идеально сюда впишутся. Смотрите, раз и два. Ну просто перфект! А у нас есть какие-то шторы? Нет, штор у нас нет, поэтому штор здесь не будет. Шкафчики. Шкафчики, шкафчики, шкафчики. Давайте, наверное, возьмем... Какие мы с вами возьмем? Вот эти, наверное, да? Ну, правда, по цвету они... Ребят, они нам вообще не подходят. О! Вот эти нам подходят. Просто перфект. Давайте, наверное, сразу же возьмем вот эту вот тумбу. И я хочу сейчас сделать очень-очень симпатичный островок. Знаете, как мы с вами сделаем? Давайте, наверное, пока что вот эти растения куда-нибудь сюда уберем. Я хочу разместить вот эту вот тумбочку. У нас будет раз. Потом у нас будет два. А между ними будет маленький диванчик. Давайте вот сюда все переставим, переставим. Симы же здесь смогут пройти, давайте проверим. Тут у нас есть клеточка, тут у нас тоже есть клеточка. Все, перфект. А между ними мы поставим, например, либо вот такой диванчик, либо же вот такой можно поставить. Можно, конечно, вот такой, но он слишком большой. Поэтому я предлагаю взять, наверное... О! Вот этот. Здесь у нас будет вот такой вот круглый столик. И давайте выберем какие-нибудь стульчики. Может быть, вот эти как раз оранжевые. Значит, у нас будет раз, два, три, четыре. И давайте трошки все развернем. Ровно? Ну, вроде как более-менее ровно. Я предлагаю повесить, может быть, какие-то украшения на стенку. Да, прекрасно, у нас есть трещины. Дуже дякую. О, ребят. У нас есть, например, вот такой вот гобелен ручной работы. Я предлагаю, может быть, вот такой вот оранжевый повесить. Может быть, у нас что-то... О! Мне вот этот больше нравится. Значит, здесь у нас будет вот такой вот гобелен. А здесь мы с вами можем календарь сбора урожая. Например, вот такой разместить. К сожалению, как видите, украшений у нас мало. Мне почему-то казалось, что с этим набором было достаточно много различных украшений. Но, видимо, я что-то перепутала. Так, у нас есть еще украшения домашние джунгли. Давайте, может быть, вот здесь как раз их разместим. Ну и, в принципе... А давайте мы с вами сделаем проще. Показать все и посмотрим, что у нас есть. У нас есть куст. Хорошо, что мы с вами ванную комнату не оформляем. У нас... О! О, ребята, у нас есть вот такие вот полки. Так мне нравится даже трошки больше. Я предлагаю, может быть, еще вот здесь полочки вот эти вот разместить. Все прекрасно. А что у нас есть с вами еще из украшений? Кстати, есть еще вот такая полка. Слушайте, а может быть здесь вот такую полочку добавить? Она симпатичная, но, понимаете, она получается и не туда, и не сюда. Я решила немного поэкспериментировать. Я решила разместить вот эту арку на кухне, а к ней приделать полочку с посудой. Знаете, мне кажется, что смотрится очень даже неплохо. Что-то мне подсказывает, что с гостиной нам с вами тоже повезло, потому что мне выпал набор жизнь на острове. И, честно говоря, я даже не помню, у нас есть какое-то покрытие для стен или же нет. Ну, если нет, будут жить вот такими вот стенками. Давайте посмотрим, что у нас есть для пола. Может быть возьмем вот такой вот светлый деревянный вариант? В принципе, смотрится неплохо. Переходим к покрытию. А, ребяток, у нас есть неплохое покрытие для стен. Может быть возьмем... Слушайте, а может быть вот это возьмем? Теперь давайте посмотрим, что у нас есть. А давайте сразу же переходить ко всем предметам. И у нас, конечно же, есть красивая спальня. А вот с гостиной, чувствую, у нас будет напряженка. Что бы мне взять? Может быть шкафчик для подводного снаряжения? Зачем мне здесь шкафчик для подводного снаряжения? У нас есть вот такой вот диван, который я использую крайне редко. Слушайте, ну давайте будем пытаться как-то все в одном стиле, в одном цвете здесь все размещать. И возьмем... Может быть вот такой диванчик? Слушайте, можно взять вот такой вот персиковый. А я бы взяла вот этот. Мы с вами можем его, например, вот здесь разместить. Также у нас есть вот такое вот симпатичное кресло. И у нас будет раз-два. А шторы, шторы, ребята, у меня же есть тут мои самые-самые-самые любимые шторы. Вот эти. Они же просто идеальны. Значит, у нас здесь будут вот такие вот шторы. Вот знаете, ребят, что обидно? В этом наборе есть отличные предметы для ванной комнаты. Но, к сожалению, для ванной комнаты этот набор нам не выпал. А может быть вам каноэ здесь разместить? Не? Не надо? Ну хорошо, не буду размещать. У нас вообще тут хоть что-то есть? Ну, у нас есть бар. Слушайте, а может быть им бар здесь? Подождите. А у меня появилась идея. У нас сам бар тут есть? Бар. Ну и зачем им вот этот бар? Нет, можно, конечно, разместить бар. Но я боюсь, что они нас не поймут. Так, давайте посмотрим. У нас тут какой-то столик. У нас, кстати, есть вот такой вот обеденный стол, но он нам не нужен. У нас есть вот такой. Слушайте, давайте возьмем вот такой большой журнальный столик. Только я хочу взять вот этот вот светленький. Значит, здесь у нас раз-два. Мы все с вами перемещаем. Ковры. У нас есть ковер. Ковер, ковер, ковер. Ковер, да. Фух, у нас есть вот такой ковер. И есть, кстати, вот такой. Давайте, наверное, вот этот и возьмем. Вот такой вот светленький. Хм, очень даже симпатичный. Мы с вами обязательно должны спасательный круг разместить. Еще мы можем повесить вот такие вот симпатичные украшения. Слушайте, у нас тут вообще ничего нет для гостиной. Ну вот есть моя любимая лампа. И все. Можно вот здесь такое украшение. Возьмем вот эту лампу. И лампа у нас, наверное, будет где-то здесь стоять. Еще у нас есть, по-моему, какие-то растения, композиции из листьев. Ну, давайте возьмем вот эту вот композицию из листьев. И она у нас будет, наверное, вот здесь. Что у нас есть еще? У нас есть еще ковры. У нас есть скульптура. У нас нет ни телевизоров. У нас нет... Слушайте, а может быть действительно... Блин, ну барная стойка. Ну, не знаю. Не знаю, зачем нам здесь вот эта вот барная... Нет, она классная. Но она здесь вообще не вписывается. Может быть бар у нас будет чисто как декор? Давайте посмотрим. Ровненько ты стоишь. Вроде как ровненько. Значит, здесь у нас будет так. Слушайте, а давайте, может быть... Вот так вот все мы с вами сейчас переместим. Сюда, 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 сюда. Ну, вроде ровно. Значит, тут у нас будет... Стоп! А давайте светильник тут. А вот здесь будет вот это растение. Потому что оно гигантское. Оно занимает полугла. Значит, вот здесь у нас будет вот эта лампа. И мы сюда также можем, например, какой-то столик. О! А давайте вот здесь у нас будет, может быть... Вот так вот стоят столик. Ну, типа столик для напитков. У нас бара нет, зато есть столик, на котором можно что-нибудь поставить. Ребят, у нас есть прекрасные морские фотографии. Давайте мы здесь какую-нибудь большую композицию из них соберем. Причем их действительно очень много. И они все разные. Так, у нас здесь будет еще вот такая фотография. Давайте тогда, знаете, как сделаем? Вот так. Вот так. Потом вот так. И можем еще, например, сбоку... Вот здесь, например, возьмем какую-то вот такую. Здесь. А вот здесь у нас, допустим, будет... Вот такая, что ли? И вот здесь у нас будет вот так. Смотрите. Очень даже неплохо получилось. Слушайте, а давайте сделаем хитро. У нас нет контейнера для мусора на кухне. Но у нас будет контейнер для мусора в гостиной. Никто же не расстроится. Ну, вот здесь он будет стоять. Смотрите. И он не нарушает ничего. Он стоит вот в этой части комнаты. И все, варигут. Что у нас есть еще? У нас есть хрустальный пол, но нам нет смысла его здесь добавлять. Кстати, а знаете, что мы с вами вообще, наверное, сделаем? Мы вот этот столик перенесем вот сюда. Все. Вот здесь у нас будет вот этот столик. Калидор. И для Калидора нам с вами выпала эко-жизнь. И я почему-то сразу же перешла к мебели. Мне нужно сначала взять... Вау, ребята. Мне кажется, или нам с вами сегодня просто очень сильно повезло, потому что мы с вами вроде как можем подобрать очень даже неплохие сочетания. Давайте, наверное, начнем с пола. Хм... Может быть травку? Нет, не будем мы с вами здесь траву добавлять. Ну, кстати, ребят, а вам не кажется, что это и это покрытие очень похоже? Нам прям очень повезло сегодня. Давайте сделаем вот так и перейдем, наверное, к стенкам. Стенки, стенки, обои, чистый лист. Ну, нет. Я не хочу такие камни. Может быть, это слишком светлый. Это слишком рыжий. Это еще более рыжий. Это слишком серый. Хотя, кстати, серый смотрится неплохо. Слушайте, а может штукатурку? Вот такую вот серую? Ну, это нам не подойдет. Слушайте, ну... Серая штукатурка смотрится not so bad. Теперь мы с вами переходим куда? Мы с вами переходим в мебель. И, кстати, я совсем забыла поменять здесь светильники, поэтому давайте мы просто возьмем и удалим вот этот светильник. И, кстати, мне кажется, что вот этих вот лам должно хватить. Так, ребятки, давайте посмотрим, что у нас есть для калидора, если у нас вообще хоть что-то есть. У нас, конечно, есть шкафчик для белья. Но он нам тут вообще-то не особо нужен. А есть у нас хоть какой-то просто шкафчик? Ребята, камин! Я хотела камин! Но у нас тут нет каминов! Жалко. Давайте, может быть, здесь у нас будут какие-то картины. Также мы с вами добавим столики какие-то есть. Кстати, давайте, может быть, здесь у нас будет вот такое вот кресло. Мой любимый столик. Мы можем его вот здесь, например, разместить. Здесь у нас, кстати, должна быть дверь, поэтому давайте посмотрим. Может быть, вот эти картины мы вот здесь поставим. Значит, здесь у нас, наверное, здесь где-то будет дверь на вот этот столик. Кстати, над вот этим столиком мы можем повесить вот такую вот полку. И давайте, может быть, поставим вот какой-то такой цветочек. Что у нас с вами есть еще для калидора? Да ничего у нас нет. У нас есть вот такое вот зеркало. Давайте зеркало добавим. Зеркало, зеркало. И зеркало у нас будет вот здесь. У нас также есть поднос. Ну, поднос можно сюда поставить. Здесь бы еще какую-то картинку. Ну, я так понимаю, что у нас здесь нет подходящих. Может быть, клумба? Нет. Нам такая клумба точно не подойдет. Здесь у нас нет ничего. Есть, конечно, вот эти вот полки. Но они достаточно громоздкие. Мы с вами самую маленькую уже разместили. Предлагаю взять светильник из отладки. Может быть, вот такой, кстати. У нас будет один светильник здесь. Нет, давайте трошки выше. Здесь, здесь. Потом у нас еще один светильник, наверное, будет вот здесь. И, кстати, у нас есть телевизор, ребят. У нас здесь есть телевизор. Может быть, тут поставить телевизор? Я не знаю, зачем им здесь телевизор. Электронный планшет. Ну, хай будет им электронный планшет. Еще у нас есть вот такая вот бутылочка. Мы можем несколько вот таких вот бутылочек. Будем сейчас декор. Вот такой у нас получился калидор, и теперь давайте переходить к ванной комнате. А в ванной комнате нам выпала жизнь в городе. Давайте посмотрим, что мы с вами можем взять из напольного покрытия. Я думаю, что мы, наверное, возьмем вот такую вот плитку, или же вот такую. Слушайте, у нас опять тут есть, в принципе, очень даже неплохие варианты. Давайте возьмем вот эту. Я, по-моему, ее никогда не использовала. У нас же, по-моему, есть такие же... Да, ребят, у нас такие же стены. Очень даже неплохо. Мне нравится такое сочетание, знаете, бежево-молочного и серо-синее-сизого какого-то оттенка. Так, переходим с вами, ну, в принципе, я думаю, что сразу же во все. Насколько я помню, в жизни в городе есть очень крутые предметы для ванной комнаты. Если я не ошибаюсь, по-моему, как раз из этого набора говорящий унитаз. Вот, ребят, я нашла. У нас есть душевая кабина, есть ванна, есть целых три унитаза и есть мойка. Давайте посмотрим, где мы что можем разместить. Может быть, здесь у нас будет душевая кабина. Мы сейчас поменяем цвет. Здесь у нас может быть, например, ванна. Здесь мы с вами, кстати, можем разместить мойка раз, мойка два. И давайте возьмем вот этот вот унитаз, и он будет уточки. Только я хочу поменять цвет. Мне, конечно, это все нравится, но я бы взяла розовый. Мне нравится. Давайте возьмем раз, два, три, потом четыре и пять. И сейчас мы с вами здесь сделаем небольшую перестановку. Ты идешь сюда, ты идешь сюда и оп, оп, иди сюда. Ты идешь сюда. Супер. А зеркало у нас есть? Ребят, не помню. Если у нас тут зеркала. Ну, должны быть. Должны быть. Давайте здесь у нас будет какое-то вот такое вот растение. Оно есть желтенькое или оранжевое? Эх, ладно, будет такое. У нас есть зеркала? Вот сейчас мы с вами посмеемся. У нас что, только... Ребят, у нас будет ванная комната без зеркала. Я хочу нормальное зеркало. Давайте посмотрим. Может быть, я слепошара? Нет, я не слепошара. Нам придется с вами тогда вот так вот сделать. Раз, потом мы с вами вот так делаем тебя сюда. Тогда давайте добавим какую-нибудь вот такую вот яркую картинку. Слушайте, мне нравится вот эта вот ванная комната. Вот прям очень она мне нравится. Ну, понятное дело, что нет результатов. А коврики? Можно, конечно, вот здесь набросать лепестки. Но я не очень хочу их тут набрасывать. Коврик невероятная мягкость. А у нас есть... Ну, ладно. Слушайте, я люблю такие челленджи. Благодаря таким челленджам мы с вами открываем много чего интересного и нового. То, на что бы мы с вами никогда не обратили внимания. Просто строя дома. Нет, я думаю, что такие цветочки мы добавлять не будем. Хотя можно взять раз. И давайте, может, дружки меньше два. Для детской комнаты мне выпал набор родителей. И знаете, какая самая большая проблема этого набора? В нем нет никакого покрытия для пола. Вы представляете? Есть несколько вариантов покрытия для стен. Но покрытия для пола у нас отсутствует. Нам что, оставлять бетон? Ребят, ну придется оставить бетон. Давайте тогда выберем какое-то покрытие для стен. Я думаю, что мы можем с вами... Ну, туманный лес я не очень хочу выбирать. Может быть, нам взять... Нам взять розовые, сердечки, желтые. Может, листочки попробуем? Или же волнушки. Давайте, может быть... Давайте, может быть, вот такие вот листочки. Ну, будем пытаться как-то отвлечь от вот этого пола гостей, когда они сюда придут и посмотрят. И спросят, а почему у вас бетон? А мы скажем, а мы так видим, мы художники. Слушайте, а может быть, нам... Может, нам ковриками перекрыть? А давайте попробуем. Знаете, я пересмотрела все варианты ковров, и этот с квадратиками мне понравился больше всего. Ну, согласитесь, не так сильно в глаза бросается наш с вами импровизейшн. Ну что, давайте посмотрим, что мы с вами можем добавить из мебели. Мебель, мебель. Например, мы с вами можем взять вот такое вот напольное зеркальце и поставим его пока что вот здесь. У нас есть какие-то полочки, шкафчики, кстати. Я думаю, что вот здесь можно пока что разместить вот такой вот гардероб. Стой здесь. Тут мы с вами можем добавить, например, какой-нибудь светильник. А у нас есть какой-нибудь? Нет. У нас нет светильников. Мы с вами возьмем вот такие вот, наверное, книжные. Кстати, вот эти книжные полочки идеально сюда вписываются. Еще нам с вами нужен письменный стол. У нас есть вот такой письменный стол для детей. И еще есть вот такой. Как думаете, какой нам подойдет? Можно взять вот такой синенький, но он мне не очень нравится. А может быть взять вот этот синенький или вот этот серый? Давайте, наверное, возьмем вот этот вот серый. Мне он нравится. Он такой, знаете, лаконичный. И хай он стоит где-нибудь вот здесь. Так, размещаем. Нам нужен еще стульчик, стульчик, стульчик. Давайте, наверное, возьмем вот такой purple. И я бы хотела, наверное, еще здесь разместить, ну, например, вот такие вот какие-то картинки. Кстати, шторы. У нас, по-моему, есть классные шторы в этом наборе. Шторы, шторы, шторы. Вот. У нас есть вот такие шторы, которые сюда не вписываются. Ребят, ну что же это за издевательство? Тогда возьмем, наверное, какие-нибудь вот такие, что ли. Purple у нас отсутствует, поэтому давайте возьмем, может быть, вот этот. Вот цвет морской волны. Здесь у нас будет гирлянда. А еще я бы хотела, наверное, разместить настенную скульптуру скейтборд. И можем ее вот здесь. Только, наверное, вот здесь лучше. Еще мы с вами можем здесь добавить доска для хобби. А и будет доска для хобби. Так, ты иди, пожалуйста, вот сюда. И еще мы с вами можем вот такое вот овальное зеркальце. Вот здесь у нас будет овальное зеркальце. Еще я бы хотела здесь разместить, кстати, ночник, звездная ночь. Давайте вот этот вот ночничок мы как раз вот тут. Или же давайте вот здесь. Ребят, вы не поверите, но для гардеробной мне выпал набор снежные просторы. И, честно говоря, я даже не представляю, как я сейчас могу оформить эту гардеробную. Нет, конечно, у нас есть там какой-то шкафчик, но тогда нам придется, например, сюда еще лыжи добавить. Я надеюсь, что никто не будет против. Итак, давайте посмотрим, что у нас есть из напольного покрытия. А у нас есть круги на песке. Ну и, в принципе, напольное покрытие и статами. Может быть, возьмем... Может быть, вот такой вариант? Давайте вот такой. Что у нас есть из... Ага, ребят, а для стен-то у нас достаточно тут много всякого интересного. Может быть, взять вот таких вот котиков? Нет. Давайте, может быть, возьмем каменную плитку. Каменная плитка для гардеробной. Но у нас нет другого выхода, ребят. Придется брать каменную плитку. И теперь нам нужно здесь разместить, ну, например, шкафчик чайная пара. Нет, не будем мы здесь чайную пару. А может быть, барную стойку? Не надо, не надо. Давайте возьмем, например, обогреватель. Может быть, он здесь хранится. В чем бы не. У нас есть лыжи, у нас есть ультра-доска для фристайла. Но мы ее добавлять пока что не будем. Ведро и табуретка. Ребят, как думаете, может здесь быть ведро и табуретка? Может. Пусть постоит пока здесь. Также мы с вами... А где у нас... Вот, вот. Ребята! А давайте возьмем вот эти шкафчики и используем типа как шкафчики. Ну, в смысле, вы поняли. Будем считать, что это у нас один шкаф. Как вам такая идея? Мне кажется, что идея просто отличная. Ну, это шкаф такой вот супер-пупер-мега-модный. Еще можно взять, кстати, вот этот шкафчик. Ну, давайте, наверное, его и добавим. Я не буду здесь развивающий. Хотя можно было бы поставить, но нет, пока без него. Я предлагаю также, может быть, вот здесь у нас действительно будут лыжи. Ты иди сюда, ты иди сюда. Вот здесь у нас будет вот такая вот ширма. Значит, здесь у нас будет вот это вот ведро. Тут у нас будет обогреватель, который вот так вот, знаете, небрежно стоит. Еще у нас с вами есть... О, настенная вешалка, ребята. Слушайте, а я сначала так расстроилась. Думаю, ну все, снежные просторы. Попали мы с вами. А мы с вами не попали. Ну, трошки попали, согласитесь. Здесь нам указатель вряд ли понадобится. Нет, это мы с вами уже размещать не будем. Можно, кстати, вот такой вот рисуночек. Ну и еще, я думаю, что, наверное, надо какое-то зеркало. Наверное, нужно... А давайте мы, знаете, как с вами сделаем. Значит, у нас здесь будет зеркало. А вот ты иди сюда. А вот ты иди вот сюда. То есть у нас между вот этими полочками будет зеркало. Наверное, нужно вот это растение вот здесь поставить. А то как-то странно, что оно перекрывает это зеркало. Еще у нас есть... Ну, нам некуда ставить уже вот эти вот все растения. Аквариум. Ну, вот здесь можно аквариум, например. Переходим к кабинету. И мне выпал набор паранормальный. Ну, тут все очень просто. У нас есть только один вариант покрытия для стен. И я предлагаю взять... Может быть, желтый? Слушайте, давайте возьмем желтый. Раз у нас тут такой желтенький, оранжевенький, серенький, давайте возьмем желтый. А что у нас по полу? Ребята, у нас есть пол. У нас есть пол. Блин. Ну, желтый я точно брать такой вот не буду. Может быть, вот этот? Переходим с вами к мебели. И у нас есть, кстати, диван. Давайте несколько диванчиков. У нас есть... Вау! Комод. Давайте возьмем, наверное, желтый. Нет. Возьму белый комод. У нас здесь будет комод. Ребята, 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 у нас есть шторы. Они, конечно, не особо нам сейчас здесь подойдут, потому что они трошки... А может быть... Ну, блин! Ну, шторы! Ну, за что? Почему вы так размещаетесь? Вот здесь у нас будет, например, диванчик. Так, здесь у нас диванчик. Здесь тогда у нас... О! Так, здесь у нас как раз и будет вот этот вот письменный стол. Только я хочу его напротив вот этой вот двери. Где у нас дверь? Дверь у нас туточки. Ну, и вот туточки у нас будет тогда вот этот вот столик. Значит, мы с вами можем еще добавить здесь вот такой столик. Давайте у нас будет раз-два. Вот так. И давайте, наверное, несколько кресел. Кресло-кресло. Может быть, какое-то белое я не хочу. Давайте, наверное, вот это кресло возьмем. А вот эти вот картины гидри мы с вами можем, наверное, уменьшить. Раз и два. Здесь у нас будет вот такой вот гидри. Дальше. Мы с вами можем взять еще вот такую вот книго-силуэты. Потом давайте, может быть, статую вот здесь. И, кстати, мы можем ковер. Ребята, мы можем наконец-то добавить ковер. Еще я бы хотела, наверное, вот эту вот коровку. Кстати, а у нас же тут есть какие-то еще столики? Есть же, есть. Да, конечно, есть. Давайте возьмем вот такой вот желтенький столик. Мы, наверное, иначе сделаем, ребята. Вот здесь у нас будет вот такой вот столик. Нет, вот так у нас будет здесь стоять вот такой вот столик. Здесь у нас будет кресло. Вот тут, и мы его вот так вот развернем. Ну, а на вот этот столик я предлагаю коровку поставить. Бимба. И у нас, кстати, есть еще вот такое растение, ребят. Мы его можем вот здесь вот так вот разместить. Спальня, ребят. И знаете, что нам выпало? Нам выпал набор гламурный винтаж. И тут тоже нет покрытия для пола. Придется опять все ковриками перекрывать. Но вот, насколько я помню, у нас вроде как есть покрытие для стен. Да. И у нас оно очень даже неплохое. Например, можно взять вот это. Можно взять вот это. Можно взять вот это. Либо же можно взять что-то из вот этого покрытия. Слушайте, а давайте возьмем, может быть... Может быть... Давайте, может быть, вот такой вариант. Поспокойнее. Серый, бежевый. Очень даже неплохо смотрится. Есть, конечно, такой. А может, вот этот? Переходим с вами к мебели. О, ребят, вот. Вот у нас есть ковры. Они кривые. Они трожки кривые. И вы сейчас поймете, что я имею в виду. Ну, я имею в виду, они не кривые. Они кривые в плане вот тут вот. Др-др-др-др-др. Видите, идет. А давайте как-то сейчас вот так вот аккуратненько. Раз. Ребят, мне нравится, как мы с вами тут импровизируем с коврами. И оп-оп-оп-оп-оп. Также я, наверное, возьму вот такой вот диванчик. И у нас будет вот здесь диванчик. Пока что здесь. Пока что. Еще нам с вами что нужно взять? Слушайте, а может быть камин? А давайте у нас здесь будет камин. Камин. Диванчик, диванчик, диванчик. Не знаю, пока я хочу убрать этот диванчик. Давайте возьмем камин. Оставлять, не оставлять. Оставлять, не оставлять. Ребят, я не знаю, что делать с этим камином. Понимаете? Тут могут быть проблемы с камином и с вот этим вот ковром. Ну, пока что хайпа стоит, а там мы с вами еще подумаем. Так, движемся дальше. О, зеркало. Ну, с зеркалом тут хотя бы проблем не будет. А нам вообще-то нужно еще какой-то шкафчик. Даша, добрый вечер, нужно шкафчик добавить. Нам тут не хватает какого-то светильника. О, а вот и подходящий светильник. Мы его здесь размещаем. Давайте, может быть, какую-то картинку повесим. Только тебя надо трошки уменьшить. Вот. Прекрасно. Чего-то здесь явно не хватает, ребят. Давайте, может быть, шторы добавим. Черные. Кружевная. Давайте, может быть, возьмем... Блин. Ну, понимаете, они нам и подходят. Давайте мы сделаем хитро. Ну, согласитесь, что так стало лучше. Давайте посмотрим, что у нас с вами есть еще из декора. Потому что как-то у нас тут трошки пустовато. О, глобус. Конечно, у нас здесь должен быть глобус. Вот здесь у нас будет глобус. Это просто обычный глобус. Ребят, это просто-просто глобус. Просто глобус. Это не бар. Бар? Я сказала бар. Не, это просто глобус. Еще мы с вами можем скульптуру разместить. А где мы с вами можем ее разместить? Наверное, мы с вами сейчас какой-нибудь столик добавим. Вот этот, например. Вот здесь у нас будет стоять столик. Вот такой. И на вот этот столик мы можем, например, вот такую вот скульптуру поставить. Здесь у нас будут, понятное дело, что всякие духи, всякие пудры. Здесь тоже мы можем их разместить. О, симпатичная вазочка. И последняя комната. Ванная комната. И здесь мне выпали кошки и собаки. Ну, благо у нас хотя бы здесь есть покрытие для пола. Слушайте, а если бы у нас не было покрытия для стен? Чем бы мы там с вами все перекрывали? Даже не хочу об этом думать. Мы с вами можем взять, например, вот такое вот покрытие светленькое. Давайте возьмем, оно как раз идеально сочетается с вот этими вот этими вариантами. И переходим к стенкам. Фух, тут есть покрытие для стен. Слушайте, я сейчас на секундочку так перепугалась. Думаю, блин, а если действительно нет покрытия? Что же быть? Кстати. Кстати. А какое нам брать покрытие, ребят? Вот такое вот деревянное. У нас есть унитаз за 1200. Вы представляете? Хорошо, что у нас тут бюджет не ограничен. Потому что это было просто что-то с чем-то. У нас, правда, здесь такие себе варианты. Они мне не очень нравятся. Но, правда, по цвету, блин, они подходят. Понимаете? Они подходят по цвету. Ладненько. Ты стой здесь. Ты стой здесь, пожалуйста. Аккуратно. Вот. Супер. У нас, по-моему, есть ванна. Да. У нас есть ванна, 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 ребят. Ванна, ванна, ванна. Возьмем, наверное, вот эту. Я придумала перестановку. Давайте здесь добавим аквариум. У нас будет супер-пупер-мега-гламурная ванна. Причем я, наверное, поставлю вот здесь аквариум. Вот сюда. Давайте мы его переместим. Или нет? Давайте вот сюда. Или вот сюда? Давайте все-таки вот сюда. Вот здесь у нас будет аквариум. Тогда ванна... Постой пока здесь. Здесь у нас будет... Раз, раковина. Да не трогай ты светильник. В итоге я решила сделать полную перестановку. Давайте посмотрим, что у нас по зеркалам. Зеркала, 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 зеркала. Да, у нас же есть зеркало, да, да, у нас есть вот такое вот зеркало Раз, ну и, наверное, придется два Вот такие вот два зеркала у нас будут Еще я хочу вот такую вот картинку здесь повесить, ребят У нас, конечно, это не дом, это просто что-то с чем-то получается Ребят, знаете, что самое странное? Оказывается, во временах года нет деревьев и кустов И расскажите мне, пожалуйста, как мне украшать участок вокруг дома, окей? Будем считать, что персонажи только переехали в этот дом И еще не успели посадить какие-то деревья, цветочки, кусты Но, честно говоря, знаете, как-то обидно Я почему-то думала, что во временах года есть какие-то растения А там нет вообще ничего Ни в лайв-редактировании, ни в обычном строительном режиме Ну что, давайте посмотрим, какой у нас в итоге получился домик Значит, мы с вами заходим и попадаем в калидор-прихожую Отсюда мы с вами попадаем в детскую И, кстати, детская мне очень даже нравится И с детской мы попадаем вот в такую вот гардеробную Да, она у нас трошки заставлена Но это у нас гардеробная-кладовая получилась Здесь у нас рабочие кабинеты Знаете, такое ощущение, что мы с вами путешествуем из одного домика в другой То есть как будто бы это абсолютно разные дома Здесь у нас ванная комната Которая, кстати, мне ну очень нравится Ребят, а вы напишите в комментариях, какая комната вам понравилась больше всего Проходим с вами дальше И здесь у нас вот такая вот морская гостиная Кстати, тоже неплохая Здесь у нас кухня И мне, кстати, нравится, что она большая, просторная А то мы с вами обычно такие маленькие кухоньки строим А тут у нас получается достаточно большая кухня Проходим с вами вот сюда И здесь у нас ванная комната с рыбками Ну хай будут Ну вдруг им хочется, чтобы были рыбки Чтобы был аквариум А здесь у нас нигде места нет Поэтому не решили в ванной комнате разместить Проходим с вами дальше И здесь у нас Ну что-то типа терраса Это же терраса, да? Ну, к сожалению, ребят, здесь у нас бетон Не успели они добавить покрытия Sorry, солнышко Поэтому придется это все на бетоне терпеть Проходим с вами дальше И здесь у нас спальня И хоть в спальне мне не хватает каких-то растений Но, знаете, мне кажется, что какой-то вазончик смотрелся бы возле этого шкафчика Да, у нас есть вот такая вот маленькая вазочка Но мне кажется, что здесь Или, например, здесь можно было бы разместить какой-нибудь горшок с цветком Но в любом случае, знаете, мне понравилась эта спальня И учитывая, что здесь у нас покрытие для пола импровизированное То мне кажется, что она получилась очень и очень даже симпатичной Ну что, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях Как вам этот челлендж? Как вам наш домик? Я надеюсь, что вам было интересно Я надеюсь, что вам понравилось Не забывайте ставить лайк Подписывайтесь на мой канал До скорых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok